Савик, вы сегодня перед эфиром волновались. В принципе, волновались даже больше обычного, мне кажется. После эфира что вы чувствуете? И почему вы волновались, давайте скажем? Облегчение. Я волновался, потому что... Я всегда волнуюсь для начала. Знаете, программа – это как футбольный матч. Это не то, что ты выиграл один матч, потом выходишь, ты обязательно выиграешь следующий. Всегда надо ждать чего-то неожиданного. И оно, к сожалению, происходит. Не часто, слава богу, оно происходит. Я боялся, потому что люди запаздывали. Недалеко от нас случилась авария. Люди не доезжали. Генеральный прокурор был уже в студии. Приехали три человека. Я думал, ну как я сейчас буду из этого убираться? То есть это будет беседа моя с генеральным прокурором. Но как-то меня это немножко... Ну как? Ну да, я опасался этого. Я... Потому что если потеряешь зрителей в начале, да, то потом совсем не факт, что они потом вернутся, да. То есть уже хотелось зрителям объяснить, что происходит, вот особенно на этой неделе. Поэтому я волновался. Но я всегда волнуюсь. Я... Это не... Ничего такого нового. Просто сегодня это было видно. Обычно это не видно. Что вам больше всего в этом эфире, ну так, как-то удивило вас, может, или зацепило? Ну вот, вызвало у вас чувства особенные? Как ни с кран на песку. Да? Да. Потому что я ему после программы сказал бы, молодец, что вы пришли, что вы это сказали. Он совершенно прав. Ну, есть Дуся. У Дуси есть руководитель. Подними бумаги и посмотри, что человек в аренде. Что ничего там другого. Что он в аренде на 49 лет. Ну зачем его в список Шиндлера? Сразу президент. Раз, список, и все, да. Вот меня... Вот этот его ответ, вот такой спокойный. Ну, я начал собирать вещи, уезжаю. И все, вы всегда не хотите, не надо. Но это незаконно, да. Ну, вот это меня впечатлило. Ну, конечно, я сегодня, я считаю, это мое личное мнение, мне кажется, что генеральный прокурор сегодня было очень убедительно. Вопрос, как они работают, как они собирают эти данные, во что это потом превращается в суде, это второй вопрос. Но она была сегодня очень убедительна, да, по отношению вообще к своим коллегам и вообще к политическому миру Украины. Очень, очень, очень так, реально. Я даже подумал, что если я бы был российским пропагандистом, которому бы сказали, надо что-то оттуда вырезать, чтобы ее скомпрометировать, я даже не знаю, что бы я выбрал. Почти не было ничего такого.